Переитоговый выпуск Петровки 38. Я Максим Сазонов. Здравствуйте. В начале программы краткий обзор наиболее громких преступлений, совершенных на уходящей неделе в московском регионе. Семь участников хорошо законспирированного террористического подполья задержаны на территории столичного региона. Мужчины, которые являлись членами запрещенной в России организации «Исламское государство», активно вербовали новых участников, а также организовывали разбойные нападения в разных регионах страны. У бандитов изъято оружие, боеприпасы, а также экстремистская литература. Возбуждено уголовное дело. Преступную группу, которая снабжала нелегальных мигрантов поддельными документами, разоблачили в столице. За организацию незаконной миграции перед судом будут отвечать 18 человек. Злоумышленники встречали земляков на столичных вокзалах и предлагали им быстро и без лишних хлопот получить необходимые документы. Во время обысков полицейские изъяли поддельные паспорта, бланки, оттиски печатей и оборудование для изготовления подделок. Организатор банды и его помощники сейчас под стражей. Остальные члены преступной группы под подпиской о невыезде. На юге столицы жертвой мошенников стал 92-летний москвич. На улице к нему подошли незнакомцы и попросили помощи в получении денежного перевода. Пожилой человек снял со своих счетов более миллиона рублей и отдал их злоумышленникам, в ожидании, что деньги ему вернутся в виде перевода, который должен был поступить мошенникам. Трое подозреваемых задержаны, двое из них ранее уже были судимы. Теперь им придется отвечать за мошенничество. Почти 4 килограмма героина изъяли столичные наркополицейские у приезжего из ближнего зарубежья. Мужчина получал крупные партии наркотиков, фасовал их и продавал по дозам. Наркодилер заключен под стражу. Полицейские устанавливают его поставщиков. Возбуждено уголовное дело. Нападали на случайных прохожих. Двое злоумышленников совершили на юге столицы как минимум два нападения за одну ночь. У одного потерпевшего отобрали рюкзак, у второго – мобильный телефон. Злоумышленники задержаны, полицейские выясняют, сколько всего нападений на их совести. Ведется следствие. Апрель стал богат на громкие разоблачения тех, кто купил диплом о высшем образовании. В Хантамансийске прокуратура проверяет корочки местного депутата. В Свердловской области разоблачена заведующая Домом культуры. А в Краснодарском крае дело и вовсе дошло до задержания. Там, накупив себе медицинских дипломов и сертификатов, небезызвестная Алена Верди провозгласила себя гуру пластической хирургии. В результате среди потерпевших более десятка женщин. Одни данные говорят о том, что в стране работает от 200 тысяч человек с поддельными дипломами. Другие свидетельствуют, что каждый десятый при трудоустройстве сегодня предъявляет липовые документы об образовании. Как налажен этот бизнес, как калечат жизни псевдоспециалисты и как с этой проблемой борются полицейские в репортаже Максима Ларина. Неделю назад я решил стать хирургом. Вот только тратить годы на обучение в медицинском вузе мне совсем не хочется. Диплом врача я намерен просто купить. В интернете среди сотен выбираю наугад объявление. Звоню. Добрый день. Скажите, нельзя ли у вас купить медицинский диплом? Можно. Год выдачи какой нужен? Год выдачи 17-й. Да, можно. В июле 20 тысяч рублей обойдется. Скажите, а по базам вы по каким-то это проводите? Нет, нет. Этого не делаю. Никто вам такое не делает. Не рассчитывайте, поэтому будьте аккуратны. Через пять минут продавец по имени Андрей высылает мне перечень сведений, необходимых для оформления диплома. Среди прочего особенно поражает вот этот пункт. Продавец просит указать желаемые оценки в дипломе. Получается, заказчик сам определяет уровень своей профессиональной подготовки. На красный диплом я, конечно же, не претендую, а потому по десяти предметам, в том числе по профильным, выставляю себе оценку. Хорошо. Все. Отправляю сведения продавцу. Через два дня мой диплом будет готов. Торжественная церемония вручения состоялась на ВДНХ. В три часа дня появился некий Владислав. Он всего лишь курьер. Я вот если сейчас начну устраиваться на работу, вы сами понимаете, риски, вопрос рисков. Если там проверка какая-то будет или... Я на счет этого лучше позвоню, если вы заказали, я просто представляю. Эта сделка для парня заканчивается неожиданно. В момент передачи денег появляются оперативники уголовного розыска. Курьера задерживают за продажу поддельного документа. Корочки диплома специалиста. А вот и вкладыш с оценками. Если верить этому документу, за два дня я без особенных усилий стал врачом общей практики. 20-летний Владислав своего работодателя никогда не видел. Только созванивался и переписывался. А дипломы забирал из различных тайников по всей Москве. Работаю примерно месяц. За это время отвез 6-7 заказов. Он не искал, просто как он до этого говорил, каши сам за себя. То есть ты сам будешь отвечать. Если ты согласился работать, если тебя поймают, ты сам за себя отвечаешь. Чтобы раскрыть преступление, надо выйти на изготовителей фальшивых документов. И все их уловки хорошо известны сыщикам. Все дистанционно, то есть на телефоне. И используют непосредственно не один и тот же номер, а в каждом случае практически разный абонентский номер. Сделка получилась, успешно все прошло. Все, он меняет абонентский номер, в том числе и телефонный аппарат. Так как он имеет тоже свой серийный номер, по которому возможно тоже так же выйти на него. Оперативники говорят, как бы злоумышленники не запутывали следы, большинство из них рано или поздно оказываются на скамье подсудимых. На этих кадрах один такой делец уже в наручниках. Столичные оперативники задержали его с поличным, когда всего за 2000 рублей он пытался продать диплом журналиста, который сам же и изготовил. В квартире у злоумышленника провели обыск и обнаружили поддельные печати разных вузов, в том числе самых престижных. Вы взяли диплом, да, поддельный? Да. Что дальше? Придал человеку. А в этой квартире в Новой Москве обосновалась целая группировка. Семь злоумышленников на дому штамповали документы на любой вкус. В том числе дипломы о высшем образовании и аттестаты зрелости. Цена вопроса от 15 до 80 тысяч рублей. А вот это что за у вас тут целая коробка всяких печатей? Да, вы спросите у дознавателя, у оперативных сотрудников. То есть они знают, а вы нет? На все вопросы я буду отвечать в присутствии адвоката. За подделку документов всем задержанным грозит до двух лет тюрьмы. А эта женщина как раз одна из владельцев фальшивого диплома медицинского вуза. Много лет подряд она именовала себя лучшим пластическим хирургом Южного федерального округа. Ее зовут Алена Верди, но пациентки дали ей другое имя – доктор Франкенштейн. 5 апреля в Краснодаре полицейские надели на женщину наручники. Пять человек написали на нее заявление в полицию. Среди них и Евгения. Алена Верди делала ей подтяжку век. Глаза у меня до конца не закрываются, они сохнут, я пользуюсь каплями, у меня постоянно какая-то пленка возникает, у меня упало зрение. У меня нарушена резкость, то есть я не могу сфокусироваться. То есть когда я поворачиваюсь, у меня все расплывается. Другая пациентка Анастасия легла под нож Верди на абдоминопластику – косметическую подтяжку живота. Женщина уверена, доктор Франкенштейн отрезала ей слишком много кожи, а после неграмотно наложенных швов развился некроз. Ткани начали гноиться и отмирать. Я не чувствую себя полноценным человеком. Я как женщина не могу себя ощущать женщиной. Чувство скованности, дискомфорта, боли, спазмов – это все мучает меня, особенно на погоду, тянет, все перетянуто. Два года назад после точно такой же операции одна из пациенток Алены Верди умерла от кровопотери. Тогда правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Из клиники Верди уволили по статье. И лишь в этот момент руководство проверило ее диплом и многочисленные сертификаты на подлинность. Оказалось, все документы фальшивые. В ходе следствия обвиняемая не смогла предоставить документы, подтверждающие наличие у нее медицинского образования. Поэтому следователям принимаются меры по установлению сведений о прохождении женщины соответствующих курсов, а также обучения. Но после той роковой операции она еще не раз входила в операционную уже другой клиники, а параллельно брала работу на дом. В своей квартире лже-хирург регулярно проводила операции в условиях далеких от стопроцентной стерильности. Очнулась я когда, когда Алена Дмитриевна в этой же квартире заканчивала операцию у себя в кладовке. Операцию мне. Я думаю, если бы я умерла, у нее бы хватило бы ума и сил просто порубить меня по частям и вынести на мусорку. Во время обыска следователи изъяли из квартиры медицинское оборудование. Теперь это весомые улики в новом уголовном деле против Алены Верди. Его возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью». В местах не столь отдаленных лже-хирург может провести до шести лет. Максим Ларин, Арсений Лариохин, Андрей Черненок и Сергей Емельянов. Петровка, 38. На сегодня у меня все. До встречи через неделю. Берегите себя.